Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали, помилуй нас, Иисус, сын Давидов. Вот святые от сына внимание обращают на этот фрагмент, как пример такой вот молитвы Иисусовой, как бы про образ молитвы Иисусовой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, ну или помилуй нас. И тут помилуй нас, Иисус, сын Давидов, они подчеркивают, что он именно сын Давидов, это значит, что они признают его за Христа, потому что Христос, как царь, он потомок царя Давида. И вот они вопиют, это тоже действительно разновидность молитвы Иисусовой для них, они молятся именем Иисуса и почитают его за Мессию. Спаситель поначалу даже их не исцеляет, они обращаются, кричат даже, вопиют от сердца своего, да, Господи, спаси нас, Иисусе, сыне Давидов, помилуй нас. Вот так же и мы в молитве Иисусовой, даже когда каждый, что вроде бы Господь не слышит, мы должны тоже от сердца вопиять ко Господу, Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй меня грешного. Если душа немножко оскудевает, можно тоже такое разнообразие вносить. Господи Иисусе Христе, сыне Божий, исцели меня грешного, Господи Иисусе Христе, сыне Божий, прости меня грешного, чтобы оживлять свою душу. И если ты обращаешься с таким тоже сердечным вопиянием, как бы, да, вот этим криком, как эти двое слепых, то Господь, конечно же, слышит. Субтитры сделал DimaTorzok